всем привет мы начинаем с вами новый влог и начать его хочу с того что расскажу вам в общем протестировала я тональную основу от его мозаик тональный крем флюид spf 10 у меня в оттеночке 01 но неплохо он лег на кожу только единственное что мне покажет показалось у него консистенция такая вот вроде бы и легкая но очень тяжело выдавливается из пипетки то есть если вот прям вот надо усилия то есть консистенция очень густая но не знающие потестирую единственному наверно все таки был косяк с моей стороны это то что я нанесла его поверх вот этой матовой базы это матовая база матирующая да она такая вот плотная силиконистая и она так хорошо подматировала кожу что чуть она мне подсохла а это мне не свойственно как обладатель жирной кожи но тем не менее буду дальше тестировать и на губах я больше ничего не наносила из новой продукции на губах у меня вот это масло которое в коробочке липойл это у меня о них нет оттенков до или есть масло для губ липойл годин до двадцать шестого года ну вот оно вот на чем-то а вот лип максимайзер похоже дёрл ладно в общем а у меня еще пришел заказ сегодня покажу рандеву это маме краску заказала в общем по мелочи заберем с вами я покажу еще что а у меня сегодня уборка по плану я вам прошлом блоге не показала уборку это что я там буду с василька стелить ну а потому что я подумала что нужно для начала помыть окно и все это сделать и перестирать в общем посильное белье это новое розовое пока не будут стелить у меня есть другой другой идея другой вариант как это все можно сделать вот как раз и этим и займусь все сегодня такая вот мотивашка на уборку чуть косметики в общем оставайтесь со мной в общем девчонки сейчас ходила выносить мусор мне кое-что нужно в гараж отвезти и я думаю сейчас я в два захода выйду и зайду на самом деле я до последнего думала что мой дом это не коснется о родители вывесили уже объявление о том что у них отключается холодная горячая вода в пятницу в 10 вечера и не будет воды никакой вообще до воскресенья 12 дня я думала что у меня такого не будет нет вывесили спасибо вот я теперь и думаю что и как сделать чтобы и с водой остаться очень тазиков меня фактически особо нет ну там три мне в принципе должно хватить надо заказать сегодня магните воду так что такие дела там девчонки пора мы приехали в светофор и там маяк точнее но маяк сам приехали вот тут на титова столе тут не было тут и валики такие маленькие есть прям классные и потом для машины всего много я маяки лет что не было набор для ремонта без камер машин все для этих для машин по посуде салатник здоровый какой еще из рисунка к этим 209 рублей дорогу за одну досточку что-то тут дороговато пока что мне покажется по моему это набор банок для хранения сколько их 3 форма вот такая 229 ну мне вот такая потом нужна будет вот такую форму не хочет 389 418 да пока нет 224 как светофоре и кружечка 59 всякие контейнер очки 104 рубля для лекарств 200 рублей ваза неплохая да только люблю прозрачку там нет рядом не прозрачка час а вот этот покрасивший а затем они нужны нет ты мне вас уже подарила еще большую я теперь не знаю что туда положить а ну-ка это такой дистанки валентики два стакана по почем что пятьдесят девять ахереть даешь не перепутала боли на всех да хоть куклы красивые а вот тазики тазики они такие маленькие только до пойму сколько литраж какой а набор два круглых сто восемь девять по 10 литров пищевые нормально да были дыши жена не вытаскивается вот такой маловато сушилка для посуды вот такая силиконов нет пластиковая и точнее без крышки без всего 374 рубля вот такая вот корзина пластиковая береста называется ну типа вот так вот хранение классная но да я не хочу дешевле я просто смотрю что нужно на marketplace посмотреть так а вот горшок очень красивый где 124 239 даже с мрамором есть тут прям красивый он двойной вот так вот так прям классно вот этот а вот это очень классный скраб он продается только здесь стоит 44 рубля вот 100 рецептов красоты яблочный скраб но он похож на чистую линию скраб с абрикосовыми косточками которые для лица вот очень похож еще покажу ведро поменьше может любовь да вот смотрела я 114 тут у меня рабочий взял и выбросил блин мое старое ведро до места так он же без дозатора а это чё а это концентрированный ополаскивать все для белья фрош фрош сто восемь ой сто девяносто четыре ополоскивать или сто восемьдесят штука вот это мастерс сто двадцать четыре рубля там жидко да нет они сейчас все жидкие хоть таком магазине где не знаю сколько я брала это чисто конечно моим а вот такая вот фигня от антискользящая под коврики хорошо класть девяносто четыре рубля под ковры не девчонки писали коврик для сушки зачем не пиро ведро из умней швабры интересно тут на шатырный спирт есть близна то есть доси доси тоже жидкая скорее всего хлорка обычная вот такая вот есть история это гранулы не хочешь себя такие гранулы от засора взять попробовать сирот вообще не бери хрень редкостная я уже брала да вообще тирот брала он вообще не прочистил брендфри даже лучше справился чем тирот доси да это столетняя эта история а ну-ка что это такое концентрированный стиран ау а у меня есть я не пользуюсь фактически только швабрами пылесосами смотрите какой порошок есть 274 рубля корейский для цветных так капсулы есть 359 если кому-то надо но я сколько пробовала не помогали ну как у них вот это вот часть оставалось в чем капсула находится вот эта часть она остается так это какие-то другие 559 чё-то видно получше наверно так как чё с энергетик антибактериальный гель из сантехники сюда место стоит а это санфор переставили ну так тут свободненько хорошо но просто дороговато здесь я честно хочу сказать это что концентра кондиционер дебиле кря есть гель для жидкий гель для стирки вот цена на персил есть а это что сорти это что это я мне что-то надо и 1 водитель еще в составе состав то где короче я возьму как-нибудь на пробу 199 рублей ну сейчас мне просто вставить некуда для матер пола средства такой упаковки а вот это магнит косметик продается история дальше тут губки перчатки всякие разные вешалки 149 а такие дальше тряпочки всякие разные все еще тут есть бумага туалетные все вот это вот дралки вот такие такие мочалки дралки просто есть такая кстати кстати нет поцарапаю все что можно нельзя тряпочки экономит по моему пятерочки до продаются 7 9 пожалуйста тресами экстракт джемчуга фиолетовый шампунь оттеночный ковры вот такие есть вот такой он по длине конечно и ворс у него длиннее по длине по размеру 924 рубля мне вот этот нравится вот этот прям прикольненький он бы по длине и может быть на кухне вы взяла как дорожку чтобы свой вену ли он ужасный закрыть 434 фиксовские салфетки хорошие вот эти вот тут они стоят девяносто четыре рубля короче честно скажу тут интереснее чем светофоре но подороже есть что-то какие-то позиции подешевле из какие-то подороже но неплохой маяк у меня впечатление хорошего мне папку си с файлами нашла для работ а так хочу а это ролик прошла мимо него пойдемте туда посмотрим чего я нашла хлебцы это очень вкусная вещь возьму себе две таких сыром это вообще и две таких вот 29 рублей класс вообще там вот есть еще карамельные они тоже неплохие я все еще эти конфеты свои желательные учуку поиск всякий разный 144 для а это сухой завтрак я уже думает мой конфет так не вижу я чё купаю вообще чипсы какие-то картофельные не будем так вот эти сухарики магазине дороже очень вкусные именно сейчас скажу с икрой сыром не брала но очень вкусные эти гренки вот эти вкусные для салата вообще прям огонь вот эти присмотритесь хочу еще брала но не тут вообще брала пробовала тут вот какая еще упаковка их есть то есть но с чесноком не не очень нравится если честно но это лук новый вкус вот такие гренки есть еще такой упаковки вот эти вкусные но вот именно с чесноком не понравились с луком не брала кукуруза такие чипсы еще от мартина слушайте чипсы от мартина то что эти делает семечки я как любитель всего острова нашла еще вот такой вот соус 204 рубля а сейчас я обратила внимание на а это маринованные грибы я думаю чеснок маринованный короче это какая-то острая штука на блюдо добавлять буду а чё бы не да тут чё а тут ничего паштеты соусы для мяса вот такие сиропа кстати есть этот в кофе очень вкусно вот он 109 рублей волосы жилого каркада и 149 ну какая такой 439 кофе жаки большую по акции магазинах можно дешевле ой якобс извиняюсь вот такой вот подарочный набор гринфилд так а гринфилд с рамошкой здесь есть нету его только от в этом наборе вот этот меня интересует чай вот так девчонки показываю что купила маяки и сейчас пойдем смотреть заказ с рандеву взяла вот такую вот папку эта папка файл с перфорацией матовая 100 штук здесь толщина 25 мкм я забыла что это в общем вот такая у нас с вами история да это а это стоп поделивший файл или прям папкой короче если это файлы то отлично нет так я скреплю так ладно короче вы поняли 120 рублей дальше вот эти штуки мы с вами видели в дня показывала сыром маяки хотел сказать и паприка мне нравятся такие штуки я видела многие девчонки хавалили вот такая сами стоим и такая так скраб вы его видели показала классный скраб для тела вообще я люблю пилинг скатку на иногда скрабом пользуюсь также взяла такие напитки попробовать тайские с бананом из тропик да так это я помидоры купила тут полкило пакет кинула видите такие обычные а вот такие большие и взяла вот такую губку все-таки я смотрел смотрел на нее думаю что она мне нужна это все что я купила да больше ничего нет да все девчонки вот такие были покупки с маяка цвет прекрасный сейчас будем распаковывать перед этим мы заколем волосы и приступим как-нибудь вот так так ссылку на рандеву оставлю в описании также вы там найдете мой промо код который дает дополнительную скидку в 10 процентов вот если вам нужно пользуйтесь обязательно так что могу сказать в этот раз я заказала все нужно и интересное напомню это у меня посылка сайта randewu.ru так сейчас расскажу что я искала мамину краску для волос вот это сочетание блондинки у блондинки мне безумно нравится тонировка это сейчас расскажу какая просто я кайфу вообще блонды у эстель шикарнейшие но они всегда есть именно эти оттенки в наличии и благо в рандеву на рандеву они есть вот так все упаковано очень хорошо смотрите что они посмотрите пупырочка раз пупырочка 2 пупырочка 3 вот сколько всего у меня первое с чего я начну я просто обожаю эти маски они вот правда творят что-то с моим лицом невероятное стоит они на рандеву есть категория маски для лица и там стоимость у них от 25 если мне не изменит моя память 25 27 рублей до там 38 45 вот так вот такая вот ценовой диапазон такой ценовой диапазон но они все классные можно под свой тип кожи подобрать я вот безумно люблю и моя мама обожает вот эти вот маски вот эти они невероятно крутые эта маска для лица fresh mask sheet тканевая маска из мягкого нежного просто не вижу мелко нежного натурального хлопка обеспечивает плотное прилегание кожи это правда благодаря чему более эффективно воздействует на неё устранить шелуши и покрасили выравнивает тон и тонизирует придает ей свежий и здоровый вид не ацинамид благотворно влияет на сухую зрелую кожу почему моей маме безумно нравится устранять заломы и морщины действительно это так вот я беру постоянно их еще раз покажу вот такие вот маски обалденные хлопок нарисовал взяла еще четыре штуки в запасы у меня еще есть вот обожаю мне сейчас сухость вот даже во мне не описать вы даже не увидите вот здесь сухость нет и зона сохнет не знаю почему вот поэтому как бы не знаю не знаю вот она меня спасет это я точно могу сказать так дальше на пробу я взяла девчонки от фармстей ночные маски благо там поштучно их можно взять называется они сисофарм найт репер sleeping mask вот такая масочка сейчас скажу сколько она стоила за одну штучку вот поштучно фармстей восстанавливающая ночная маска в саше с центеллы азиатской восстанавливаюсь ночной маску пока чувствительную раздраженную кожу создают защитный увлажнение защитный увлажняющий барьер и устраняет различные повреждения используют силу экстракта центеллы азиатской благодаря высокому содержания экстракта центеллы маска имеет увлажняющие успокаивающие свойства образует на ней защитный слой быстро впитывается восполняет недостаток влаги так убирает признаки раздражения стресса к утру кожи мягкая ровная и свежая вот проверим взяла 4 штучки 2 себе 2 маме вот таких вот дальше но естественно естественно рандеву кладут подарочки у это что-то новое у меня тут попалась это корейская история не ацинамид серым это наверное сыворотка сняться на видом 10 процентов и цинк 1 процент вот такая сывороточка мне попалась в подарок независимо от заказа всегда кладут и мне очень нравится вот это пилинг с каткой рад что она мне еще раз попалась возможно я себе и закажу потому что моя пилинг с катка закончилась это у нас с вами the same bio микро пил софт гель мягкий такой гель он очень хорошо отслушивает и при этом не повреждая кожу дальше естественно я заказала что-то для волос девчонки как вам вот такие вот филлеры новиночка конфу и конфу что-то такое завтра протестирую расскажу тут 5 филлеров сыворотка для волос южная корея у меня по моему был а спрей для легкого расчесывания неплохой до сильный средств направленного действия для восстановления сухих поврежденных волос средства содержит натуральное органовое масло устанавливать структуру волос по всей длине наполняет здоровым блеском делать волосы гладкими шелковистыми эластичными предотвращает ломкость и сечение повышает защитный барьер при предохраняет натуральное воздействие окружающей среды агрессивные укладки средства имеет легкую форму не утяжеляя волосы после использования шампуня подсушить волосы и так массировать то есть и не надо разбавлять один к одному а то есть нужно сразу эту ампулу нанести на волосы в теории но мне кажется ее лучше один к одному смешать посмотрим в общем вот такое вот средство для волос дела мне кстати говоря очень понравилось средство от аравии которые для роста но он очень классно работает этот спрей против выпадения тоже на рандеву заказывала еще летом вот сейчас я только поняла эффект и а я заказала еще один продукт от аравии по уходу за волосами у них обалденный уход за лицо обалденные продукты для депиляции все это есть на рандеву поэтому как бы найти несложно и я как бы для волос любила очень их пилинг да и сейчас я заказала себе гляньте как классно запаковывают рандеву чтобы ничего не протекло видите сколько я пытаюсь содрать этикетку и так крем fluid это у нас прям крем у меня заканчивается массив я что хочу новое попробовать я обожаю массиву что хочется же что-то новое большое массив массив в общем это у нас крем пиллер восстанавливающий с кератином а вот с кератином сейчас девчонки секундочку все поняла у девчонки если честно я задумалась о чем еще скажу мне нужен принтер со сканером все-таки мне его нужно будет приобрести если у вас есть какой-то классный но нет не сильно дорогой не за 50 и не за 30 не за 40 пожалуйста девчонки скиньте ссылку мне пожалуйста или марку я посмотрю ознакомлюсь вернемся к аравии керопластик крем-филлер крем-филлер восстанавливающий с кератином восстанавливает волосы придут гладкости блеск облегчает расчесывание делая волосы упругими обеспечивая термозащиту вот такой продукт я заказала мне его очень интересно протестировать он идет смотрите вода потом у нас на третьем на четвертом глицерин и так далее тогда не буду вдаваться подробности состав активный компонент это кератидно-патенол витамин е по-п-п-п рекомендуется для регулярного применения посмотрим но grow спрей мне их понравился и распылитель классный а бус-бус тут бустер и распылитель классный и он хорошо наносится не жжет никаких неприятных ощущений не покалывает не жирнит корень в общем классный дальше раз уж я заговорила про волосы покажу вам краску девчонки запомните формулу которая вам сейчас расскажу если вы чистая блондинка прям чистая и вы хотите какую-то тонировку использовать после окрашен даже с у вас минирования тонировка такая жемчужно-розовая я сейчас расскажу формулу вот я маму так крашу с единой мы работаем на девяти процентах но все равно вот на рандевой есть сидеть краски вот именно эти оттенки даже сейчас в моих магазинах нет здесь а вот на рандевую я нашла эстель принцесс два оттенка 10 0 для седины 10 2 0 и 10 65 10 0 и 10 65 эстель принцесс я беру на рандеву и благо они там есть и по той же даже дешевле получается чем брать наших магазинов вы берете на сухие волосы тонировка делается раньше нас учили на мокрые делать но было доказано что она тонировка на мокрые волосы очень сильно повреждает саму структуру поэтому сейчас все мастера переходите которых тех которые учили тонировать на мокрые волосы так много учили поверьте мне и говоришь так и краска лучше определиться меньше расход в общем сейчас все сушат волосы перед перед чем перед тонировка значит смотрите выберете если эта тонировка просто по всей длине полутора процентный окислитель и один к одному смешиваете сначала смешиваете цвета например вам нужно 60 грамм краски вы 10 0 30 грамм 10 65 сначала смешиваете их между собой затем добавляется окислитель все следа по инструкции но я обычно один к одному смешиваю на чем не консистенция не нравится сильно жидко получается именно вот эта краска и сталь принцесс я проходила мастер-класс по краскам эстель и вот и сталь принцесс нам рассказывать сталь далек немножко другой состав имеет а если принцесс она идет на основе пчелиного воска она имеет очень такую гладкую тягучую консистенцию и поэтому если тут переборщить окислителем на обычно многие делают и по-разному вообще на самом деле отталкиваясь от опыта несмотря на инструкцию но я один к одному чтобы консистенция была достаточно густая чтобы набить максимально пигментом волосы это все смешиваете но сначала между собой краски смешиваете с окислителем мы предположим к один к одному перемешивайте наносите на волосы время выдержки зависит от желаемого эффекта в основном краска чуть розовеет и максимальный эффект вот этого чуть-чуть розовинки такого жемчужного блога достигается спустя 25 минут выдержки краски но так я вам могу сказать что конечно седину мы на 9 на 9 процентов используем седину конечно полностью не закрашивает она просто тонирует очень хорошо я сначала нашу маме на корни потом беру смешиваю оставшуюся краску с шампунем она начинает смывать краску мочить свои волосы водой и затем я наношу эту смесь с краской с шампунем без воды прям на волосы получается такой вот тонирующий шампунь моего эмулигируем и смываем это мой способ как бы я его где-то я что-то взяла с мастер-класса где-то что-то но в общем ладно получается такой вот хороший розово-жемчужный блонд очень красивая вот именно сочетание безумно люблю да и люкс вот если с мы рассматриваем эстель там есть тоже да люкс эстель а принцесса эстель делюкс выставить делюксе более пигментированной краски и они могут забить длину то есть чтобы там вот этот пигмент он остается постоянно тонироваться он остается в волосе и волос со временем осветлен начинает чуть-чуть темнеть чтобы потом его почистить нужно осветлять волос короче это все я вам рассказываю секретики семинара на рандеву эстель принцесс краск классный краски 100 10 65 дальше а взяла прям на пробу тоник от лабораториум мне прям очень интересного протестировать он для сухой чувствительной кожи очищает и увлажняет а также восстанавливает природный баланс кислотности не производит воздействие жесткой воды на поверхности дермы увлажняет сверхчувствительную кожу как раз такими сейчас это надо обладает омолаживающими и регенерирующими свойствами раздражение снимает и освежает кожу благодаря гидролату лаванды экстракт череды оказывает бактерицидное противоспоятное действие укрепляет стенки кровеносных сосудов устраняет шелушение и покраснение я стать какая упаковка классная он бюджетный упаковка как у бутылки да такой тоник интересно да убираться кстати я буду завтра сейчас мне нужно будет уехать я просто вам показываю заказ многие мне девчонки сказали что нужно переходить на дезодоранты кристаллы якобы они менее вредны если взял один на пробу будет ли он так защищать не знаю но если не будет защищать придется вернуться к своему старому это грейс дезодорант кристаллический сто процентов натуральный защищает от пота неприятного запаха без закупорки потовых протоков обладает антибактериальным эффектом борется с бактериями являющими причинами появления запаха экономичен не остается на одежде не раздражает кожу если он справится со всеми заявленными функциями то это офигенная замена и он стоит бюджетно девчонки на рандовом есть так и последнее что я взяла еще сам цены скажу это вот такая вот штука так вы думаете что такое это японская такая история тема все скажу спрей для ткани дезодорирующий с антибактериальным эффектом розовый аромат сейчас расскажу для каких целей универсальный дезодорующий спрей с точным ароматом страницы виды неприятных запахов пота еды табака насчет пота и мне проще постирать я не для этих целей взяла это джапоника кстати говоря бренд гарри сырости затхлость затхлость затхлости и животных так средства уничтожать причины появления приезда подходит для одежды обуви и сумок вот если вы например приобрели какую-то сумку которая имеет аромат китайщины вот этот спрей если вы к примеру вам нужно освежить ткань вот мне например нравится когда этому да у меня постиранное все висит там куртки так далее надо когда достаю мне хочется что-то такое побрызгать вот это типа рефрешера что-то вот такое я протестировал скажу не для цели что там замаскировать что-то мне нравится просто как освежать так это у нас можно оставить отзывы за баллы так по ценам сейчас скажу а спрей для ткани дезодорирующий с антибактериальным эффектом джапоника у нас 757 рублей крем филлер для волос с кератином это аравия 422 рубля крем краска для волос эстель принцесс у нас идет 260 рублей у нас она везде 270 280 уже поэтому тут дешевле получается особенно если брать вот под по 2 по 3 упаковки а кристаллический языра 280 рублей если хватит надолго все шикарно ночная маска для лица с экстрактом центеллы фармстэй 77 рублей за одну штучку мяч 4 дальше тоник для лица лаванда лабораториум 379 рублей и филлеры для волос с маской маслом органы конкуем конфу до 715 рублей вот такой был заказ сайта рандоу все буду пробовать обязательно буду рассказывать ну что девчонки мои мы приступаем с вами к уборке к мытью окон я уже сняла шторы и сразу их зафигачила стирать пока я туда-сюда дрыгалась пыгалась в общем они у меня высохли я их погладила и повесила на кухню и так я по-китайски на самом деле мою окно я сначала открываю вот эти створки промываю затем снимаю сетки потом я несу их чтобы помыть я промываю их под душем причем бывает даже со средством бывает просто споласкиваю но в этот раз решила со средством промыть на самом деле я вот только сейчас задумалась о том что мне нужна стремянка и мне нужно специально такой вот как типа водосгон поняли такой скребочек которые вот так раз 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 и ты типа воду убираешь с окна на длинные ручки у меня по-моему было 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 что-то такое наподобие с одной стороны губка с другой стороны как типа водосгон и это как раз таки эта штучка шла для мытья окон попозже вам еще скажу я бы с удовольствием бы воспользовалась своим роботом для мытья окон но но он как поддерживающий это раз вторых я его дала маме потому что она живет на девятом этаже и ей удобнее мыть окна с помощью него вот ну как не просто отдала а просто дала вот так вот видите снимаю сетку все еще с ее несу она такая пыльная ужас вот и пожалуйста я сейчас буду залазить на окно на подоконник чтобы промыть его с двух сторон для чего мне пылесос я паутину снимаю в этом году пауков просто тьма они везде мне свою паутину пооставляли и тактильно терпеть не могу поэтому я беру и пылесосом и убираю вот таким такой насадочкой мне так удобнее я не контактирую у меня фобия кто не знает девчонки у меня фобия я не люблю ни жуков ни пауков для меня это прям вот страшно ну не люблю я их не потому что их прям пипец боюсь да они 50 раз меньше меня 50 а то и в тысячу вот но блин просто мне неприятно такая у меня фобия есть видите открыла окно с другой стороны с этой стороны в общем мне не составляет труда промыть руками но единственный момент на балконе у меня угловое окно и получается так что до него просто не достать для этого в принципе и нужен робот мойщик окон в этот раз без него но я еще буду протирать в этот раз прям окна были очень пыльные счет что я их мыла два месяца назад и шторы пыльные очень везде пыль везде ужас какой-то вот так вот ну что я продолжаю мыть окно и сейчас будем с вами застилать постель для начала я матрас пропылесошу вот и уже далее буду кое же у меня все того вот опять что-то паутину увидела и что такое в общем и что и будем застилать постель до и переходим к постели в этот раз я буду опять шамаханской царицы много подушек 2 50 на 70 и ой 2 4 50 на 70 и 4 45 на 45 вот новые комплекты гобелен я их постирала и все как видите хорошо ничего с ними не произошло просто у меня тоже с василька и василька да и также и плед все 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 остальное у меня идет с василька очень застилаем постель в этот раз по-другому где их стараюсь убрать так теперь я беру плед застилаю и вот таким образом еще раз говорю я его брала чисто укрываться но вот застилаю именно так решила сесть передохнуть довольно своим окошком довольно как смотрится постель новая так по поводу средства сейчас расскажу тут я тоже все убрала протерла по поводу вот этого средства здесь осталось только полы помыть штор повесить очень она мне понравилась эти сколько я уже зарасходовала то есть я освежила матрасом у меня просох я освежила вот эту часть то есть почистила и освежила вот этим вот средством напомню она антибактериальная дезинфицирующая подходит для мебели очень мне понравилось вообще как все там шкафы я протерла тут все протерла карнизы все 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 осталось повесить шторы но для начала нужно будет помыть пол потом уже их вешать потому что они все равно будут по полу волочится я такой не люблю но перед этим надо будет передохнуть блин как осенняя атмосфера да такая блин подушек столько класс вот такие дела еще осталось на балконе протереть почему я не использовала робот-пылесос который для окон потому что я его дала маме она с ним окна моет ну вот как то вот так но мне проще у меня две створки я с этой стороны с этой стороны самое главное с нашатырным спиртиком вообще огонь но все готово шторы я повесила как я не люблю вот не поверите мне ненавижу шторы вешать прям ненавижу а мне еще с другой комнате это предстоит но я вам хочу сказать и неплохо стала смотреться по-другому немножечко если даже вот так отдалить в общем как-то так этого это качество штор мне не нравится они очень очень тонкие и с ними нереально там любое телодвижение и затяжка моментально в общем как-то так доску не убираю что сейчас еще туда туда пойду на балкон там еще шторы вешать все работая свои довольно здесь убрала здесь убралась стал свой на туалет почистить тут все помыла конечно так кстати мне вазу мама подарила вот такое там меня белье сушится вазу подарила теперь на цветы подобрать единственное минус угловых таких вот лоджий кстати был спор что это лоджия или балкон девчонки мне объяснял риэлтор который занимается квартирами что вот это вот вон видите вот это балк эти это идет лоджия балкон это выпирающая часть выпирающие что-то да вот эта вот часть она бы выпирала из дома это балкон а вот это называется лоджия вот это мне человек объяснял который именно занимается квартирами так что девчонки это лоджия а не балкон короче говоря вот это угловой окно угловой вот это до него хрен доберешься приходилось немножечко изгаляться но ничего потом еще в этот свой робот возьму и додела смотрите так как у нас отключение воды всей я еще заказала магнит доставки 45 литрушки воды и еще буду набирать воду так что лишь он как-то так на этом влог свой закончу огромное спасибо за внимание а кстати шторы я вешу специально так что вот эта часть посередине было голой мне неудобно я уже сейчас примеряла вешала и сюда две шторки как зале в зале в комнате меду не нравится мне вот так мне удобнее короче огромное спасибо за просмотр за внимание и до скорой среди целых плечи пока пока